Эфир на телеканале Россия продолжает 200 утра Кабардино-Балкария в студии Альберт Корцаев. Здравствуйте! Четверть стоимости тракторов и комбайнов российского производства будет оплачивать государство, сообщение публикует российская газета. До сих пор производители сельхозтехники получали только 15% субсидий, и то не напрямую, а через поддержку покупателей аграриев. Теперь помощь будет поступать по другой схеме. Государство выплачивает заводу часть стоимости техники, а тот, в свою очередь, делает на нее соразмерную скидку. Таким образом, спрос на тракторы и комбайны российского производства должен вырасти. Но это еще не все. Минсельхоз России планирует выплачивать аграриям субсидий на покупку машин для работы на полях. Сегодня, по данным ведомства, парк сельхозтехники в стране изношен на 80%, поэтому финансовые вливания в отрасли, которые за последние годы выросли почти вдвое, придутся как нельзя кстати. Предложение о возмещении части затрат на производство тракторов и комбайнов уже имеет законную силу. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Хорошая новость для автомобилистов. Эвакуировать ваш транспорт вскоре смогут лишь в том случае, если вы оставили его под знаком, запрещающим парковку. Такие уточнения внесены в Коап и закон о безопасности дорожного движения. Информацию можно найти на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу через два месяца. Цель поправок – сократить количество споров. Так, например, теперь четко прописано, что в случае, если причину задержания машины можно устранить без эвакуации, то автомобиль должны вернуть владельцу. Правда, до начала движения эвакуатора. При этом полицейский, который оформляет задержание, должен присутствовать до того момента, как эвакуатор поедет. Поправки в закон также оговаривают, что об установке знака «парковка запрещена» водители должны уведомить за 20 дней. Причем не только на сайте местных органов власти, но и на дорожных счетах в том месте, где он появится. И еще, если автомобиль занимает парковочное место для инвалидов, его также отправят на спецстоянку. Да и штраф за такое нарушение довольно серьезный – 5 тысяч рублей. Очередной способ борьбы с коррупцией предложили депутаты Госдумы. Они рекомендуют освобождать от ответственности за дачу взятки представители фирм и организаций, если те осознали в содеянном, раскаялись и помогают расследованию преступления. Напомню, сегодня граждане, которые сообщили о вымогательстве взятки и помогли привлечь мздоимца к ответственности, освобождаются от уголовного преследования. Однако юридические лица, от имени которых, а зачастую и в чьих интересах взятокодатели действуют, все равно привлекаются к ответственности. Им вменяют административные правонарушения и присуждают штрафы в сумме до стократного размера взятки. Теперь эту норму предлагают отменить, то есть уравнять физические и юридические лица. Восемь выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, сообщила пресс-служба Минобранауки Республики. А свыше 80 баллов заработали почти 500 ребят. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Среди них 5 победителей и призеров профильных республиканских олимпиад. Напомню, 28 мая единый госэкзамен по русскому сдавали свыше 5000 человек. Из них минимальный порог не преодолели 128 школьников. Это чуть больше 2% от общего числа. Если они получат удовлетворительную оценку по математике, то они смогут предпринять вторую попытку пройти испытания в резервный день. Не обошлось и без аннулирования работ. Поводом стали нарушения, выявленные в ходе просмотра видеозаписей экзаменов. Со следующего учебного года у школьников может появиться новая дисциплина. Причем, можно сказать, что все дети воспримут ее на ура. Предмет будет о путешествиях и не по страницам учебников, а наяву по досопримечательным местам нашей необъятной Родины, пишет и газета «Известия». Инициатор идеи Общественная палата России письмо с предложением уже отправлено на рассмотрение правительства. Сейчас идет разработка карты мест, где должен побывать каждый школьник. В список уже вошли Карелия, Казань, озеро Байкал, наш двуглавый Эльбрус и многие другие. Планируется охватить все федеральные округа. Таким образом, юные россияне будут иметь представление даже об отдаленных регионах. По мнению педагогов, это во многом оплегчит усвоение знаний по географии, биологии, истории, культурологии и другим предметам. Экскурсии пройдут как внеклассные занятия во время каникул. Правда, за чей счет организуют эти поездки на средства родителей или государства, пока неизвестно. На этот час у меня все. До встречи в следующем. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сообщение публикует российская газета. До сих пор производители сельхозтехники получали только 15% субсидий, и то не напрямую, а через поддержку покупателей аграриев. Теперь помощь будет поступать по другой схеме. Государство выплачивает заводу часть стоимости техники, а тот, в свою очередь, делает на нее соразмерную скидку. Таким образом, спрос на тракторы и комбайны российского производства должен вырасти. Но это еще не все. Минсельхоз России планирует выплачивать аграриям субсидий на покупку машин для работы на полях. Сегодня, по данным ведомства, парк сельхозтехники в стране изношен на 80%, поэтому финансовые вливания в отрасли, которые за последние годы выросли почти вдвое, придутся как нельзя кстати. Предложение о возмещении части затрат на производство тракторов и комбайнов уже имеет законную силу. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Хорошая новость для автомобилистов. Эвакуировать ваш транспорт вскоре смогут лишь в том случае, если вы оставили его под знаком, запрещающим парковку. Такие уточнения внесены в Коап и закон о безопасности дорожного движения. Информацию можно найти на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу через два месяца. Цель поправок – сократить количество споров. Так, например, теперь четко прописано, что в случае, если причину задержания машины можно устранить без эвакуации, то автомобиль должны вернуть владельцу. Правда, до начала движения эвакуатора. При этом полицейский, который оформляет задержание, должен присутствовать до того момента, как эвакуатор поедет. Поправки в закон также оговаривают, что об установке знака «парковка запрещена» водители должны уведомить за 20 дней. Причем не только на сайте местных органов власти, но и на дорожных счетах в том месте, где он появится. И еще, если автомобиль занимает парковочное место для инвалидов, его также отправят на спецстоянку. Да и штраф за такое нарушение довольно серьезный – 5000 рублей. В Тельском районе изданы две брошюры, в которых подробно расписано, как бороться с коррупцией. Это своего рода памятки для муниципальных служащих. В них содержится информация о нормативно-правовых актах, определяющих основы противодействия коррупции во всех ее проявлениях, таких как взятка, вымогательство и прочее. Также в брошюрах даны рекомендации по правилам поведения. Издание будет распространено для ознакомления среди сотрудников администрации Тельского района. Восемь выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, сообщила пресс-служба Минобранауки Республики. А свыше 80 баллов заработали почти 500 ребят. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Среди них пять победителей и призеров профильных республиканских олимпиад. Напомню, 28 мая единый госэкзамен по русскому сдавали свыше 5000 человек. Из них минимальный порог не преодолели 128 школьников. Это чуть больше 2% от общего числа. Если они получат удовлетворительную оценку по математике, то они смогут предпринять вторую попытку пройти испытания в резервный день. Не обошлось и без аннулирования работ. Поводом стали нарушения, выявленные в ходе просмотра видеозаписей экзаменов. Со следующего учебного года у школьников может появиться новая дисциплина. Причем, можно сказать, что все дети воспримут ее на ура. Предмет будет о путешествиях и не по страницам учебников, а наяву по досопримечательным местам нашей необъятной Родины, пишет и газета «Известия». Инициатор идеи Общественная палата России, письмо с предложением уже отправлено на рассмотрение правительства. Сейчас идет разработка карты мест, где должен побывать каждый школьник. В список уже вошли Карелия, Казань, озеро Байкал, наш двуглавый Эльбрус и многие другие. Планируется охватить все федеральные округа. Таким образом, юные россияне будут иметь представление даже об отдаленных регионах. По мнению педагогов, это во многом оплегчит усвоение знаний по географии, биологии, истории, культурологии и другим предметам. Экскурсии пройдут как внеклассные занятия во время каникул. Правда, за чей счет организуют эти поездки на средства родителей или государства, пока неизвестно. Это все новости сегодняшнего утра. Оставайтесь на телеканале России и удачного дня! Субтитры создавал DimaTorzok